Приветик, ребята! Я, наверное, так долго ходила с темными корнями, даже не хотела появляться перед камерой. Вот пошла, сделала, пошла, ну не знаю, как сейчас на камере будет видно, сделала, значит, свои корни. Но сделала немножко не так, сделала не, видите, не полностью блондином, а хайлайт, хайлайт как-то, ну, милирование или как-то еще можно сказать. Ну, то есть пряди мне покрасила. Вот, не могу сказать, что мне очень нравится, я, наверное, все-таки следующую свою покраску сделаю полностью все это опять блондином. Это для девочек, потому что нас это очень интересует. Я имею в виду мои такое смешное отступление, ну, потому что меня многие спрашивали, Яна, это куда пропало, почему, почему видео без морды лица, вот. Ну, в общем-то, одна из причин это вот эта была, но уже под конец. Сначала просто действительно у меня было много всяких событий, и не было такого настроения появляться перед камерой. В общем-то, когда у меня какой-то был интересный поход, я снимала, но самой как-то не очень хотелось сниматься. А потом эти корни настолько буйно выросли, и, да, в общем, мне было просто стыдно отправляться. Так, девчонки, кто живет в Америке, хочу вам сказать, здесь есть такая очень замечательная краска, называется Джойко. Так вот, эта Джойко, ну, ею можно покраситься только в парикмахерских, то есть, так пока что ее купить, допустим, в супермаркете где-то невозможно. Хотя было бы очень классно, если бы они стали выпускать эти краски в таком вот доступном очень виде для нас, чтобы там уже все было дозировано. В принципе, люди покупают на сайте, но те, кто знают, какая конкретно должна быть дозировка в этих красках, чтобы получить именно нужный цвет. Потому что, ну, можно купить блондин, можно купить не тот блондин, или не такую сделать дозировку, и получиться тоже рыжим, даже с этой краской. То есть, нужно очень хорошо знать, как смешивать самую краску, и нужен хороший очень, ну, как же это называется, тонер. Хотя в последний раз меня не тонировали, мои корни не тонировали. Она сказала, что она использовала новый какой-то классный-классный шампунь, и вот сам шампунь сразу тонирует, то есть, он сразу убирает все вот это вот, всю желтизну. Вот, потому что сама Джойка сразу после краски, сразу после покраски, все равно в волосах есть желтизна. То есть, ее, как правило, убирают тонирование. Вот, ее волосы протонировали, все, желтизна убралась навсегда. То есть, она потом, может быть, ну, такое легкое-легкое что-то вот такое появляется, но это уже не вот это вот неестественное такое, то, чего мы так всегда хотим избежать. Так, здесь не все будет про блондинок. Это я так просто походу, поскольку попыталась объяснить вам, почему меня долго не было на экране, вот, походу рассказываю для блондинок, что делать. Вот, так вот, Джойка, девочки, вот, если кто красится в парикмахерских, то Джойка. Почему я ее так советую? Потому что она не убивает волос, волос остается блестящим, эластичным, даже когда его красишь несколько раз этой краской. Даже меня красили поверх плохих красок, поверх белых, плохих красок, и там у меня получилось так, что меня как-то испортили. Мне испортили цвет, испортили очень в парикмахерской, и приходилось выравнивать это опять выбеливанием, вот, и мне показалось, что после этой краски волос стал даже лучше. Почему? Потому что они используют протеины, действительно, они действительно используют протеины в этой краске, вообще во всех этих средствах. И не просто слова, которые они пишут на бутылке, мы использовали протеины, а на самом деле, и, в общем-то, действительно волос становится даже лучше. Ну, как лучше? Не лучше, чем естественно. Естественно, конечно, в сто раз лучше. Но я имею в виду, что в моем случае, когда меня красили поверх уже чьих-то там ошибок, вот, то он у меня улучшился. Ну, чисто на, по ощущениям. То есть, может быть, он-то сам не улучшился, но вид, да. Вот, что касается, когда, что касается того, когда вы краситесь просто прядями, так это вообще никаких изменений на глаз. То есть, на ощущения, на глаз с волосом не происходит. Он остается такой же блестящий, такой же эластичный. Потому что все-таки демидж идет, повреждение идет частичное, да. Вот, и за счет эластичности остальных волос, вот эти вот пряди белые, поскольку они тоже не так уж сильно повреждены, они все равно эластичные. То есть, вообще, по живому волосу, когда там идут белые пряди, то это вообще никак не заметно. Никакой вот этой вот, знаете, как кукольности такой, знаете, как кукольный волос нет вообще. То есть, Джойка, это какое-то чудо сейчас придумали. Она такая сравнительно новая краска. И что меня ужасно расстраивает, что в Ютубе еще нет туториалов. То есть, я искала, думаю, найду там какие-то, знаете, как всегда, парикмахеры, девочки делают свои видео, показывают, как смешивать краски. Или там просто уже любители тоже нашли какие-то рецепты, как это правильно смешать, чтобы получить нужный результат. В общем-то, по Джойка таких пока нет. Есть только сами рекламы в виде видео, в самой компании, но именно рекомендаций конкретных, четких пока нет. Вот. Ну, имейте в виду, кто не очень хочет портить свои волосы, хочет быть блондином, вот у вас есть такой вот выход. Идете в парикмахерскую и спрашиваете, может быть, они делают покраску этой краской. Так, насколько она дорога, да, так же. Вот как этот парикмахер красит другими, там Вэлла или чем там еще, та же цена приблизительно. Наверное, зависит скорее не от краски, а от того, сколько берет сам парикмахер за покраску. Вот, полная, обычная как покраска, полная покраска, да, там в пределах 100 долларов, если только верхушка. Просто, чтобы вот видно было, что якобы у вас покрашенный волос, да, вот вверху все вот это вот покрашено, а сзади оно прикрывается вот этими, да, волосами. То, наверное, половина где-то, ну вот так. Ну, опять же, зависит от парикмахера. Вот, я вообще-то, ой, как меня, конечно, убивают эти цены, если честно, то да, они меня очень убивают, но... Просто то, что я сама делала со своими волосами, я издевалась, сейчас бы у меня гораздо длиннее они были, приходилось их обрезать, потому что такое я с ними выделывала. Ну, это, наверное, тема для другого видео. Хотя, я думаю, что стоит даже об этом поговорить, мы любим с вами послушать, да, чьи-то, чьи-то о чьем-то опыте и смешном, и печальном, и всяком. Продолжение следует...